Первый турнир «Медь Черноморья» прошел в начале года и сразу приобрел популярность. Поэтому организаторами мероприятия, в роли которых выступили Центр патриотического воспитания «Ратмир» и Военно-исторический клуб «Черномор» приняли решение собраться вновь. Костяк клуба «Друзья детства». И мы изначально еще интересовались историей в школе. Ну, потом, естественно, нашли в интернете таких же ребят, любителей истории, которые занимаются военно-исторической реконструкцией. Вот решили попробовать. Ну, я думаю, что у нас все-таки получилось. Именно идея такая проводить турнир, потому что во всех городах Краснодарского края и во многих городах России проводят подобные мероприятия. Почему в Анапе не было? Ну и мы решили проводить то же самое. На эти состязания прибыли более 30 участников из разных городов Краснодарского края. По традиции бои проходят на территории археологического музея Горгипия. Специально для таких мероприятий здесь построена настоящая гладиаторская арена. С трибун любой желающий может абсолютно бесплатно понаблюдать за зрелищными поединками. Наше сотрудничество достаточно такое плодотворное и долговременное, скажем. Множество конференций, которые проходят, под инициаторами являются и Ратмир, и музеи. Мы помогаем друг другу, в общем-то, мы такие, скажем так, союзники, да. Поэтому, естественно, любое начинание этих ребят всегда принимается за, и поэтому наша площадка, я думаю, как нельзя лучше подходит для подобных событий. Бои проходили в номинации «Щит-меч», «Командные бои» и «Вольная номинация». Обязательным условием допуска к соревнованиям является экипировка бойца. Общий вес доспехов достигает почти 25 килограмм, поэтому здесь побеждают самые выносливые бойцы. Денис Денисов приехал из Славенска на Кубани и уже в первых боях показал хорошие результаты. В жизни он обычный программист, системный администратор. Исторический реверсукс, я занимаюсь около пяти лет. Почему пришел в этот спорт? Интересует, во-первых, изучение истории нашей родной родины, потому что у нас сейчас назревается проблема, когда у нас наши потомки не помнят вообще историю, где мы были, что мы делали и так далее. Отчасти это интересно, отчасти интересует как своего рода хобби и вид спорта. Я думаю, это не более травмоопасно, чем любой другой контактный вид спорта, как та же самая, допустим, борьба или бокс, например. Если здесь соблюдать правила безопасности и уважение к сопернику, то есть не бить в непоражаемую зону, то в принципе дальше сняков дело не пойдет. По итогам турнира в номинации «Щит-меч» первое место занял Александр Тымченко, клуб «Клинок» из Анапы. В вольной номинации первое место у Максима Литовченко, клуб «Гулинбургский» Краснодар. А в командных боях сильнейшим стал военно-исторический клуб «Тьму Таракань» из Темрюкам.